Необходимо обеспечить в первую очередь доступное занятие спортом для всех детей области, заявил Сергей Иванович на совещании еще в 2020 году. Сказано и сделано, 2021 год был объявлен годом детского спорта в регионе. С 1 февраля возобновляется проведение спортивно-массовых мероприятий для лиц младше 18 лет. Наша съемочная группа побывала в спорткомплексе «Новое поколение», где прошел мастер-класс по греко-римской борьбе. В учреждении собрались юные спортсмены до 14 лет. Будущие чемпионы пришли продемонстрировать навыки и доказать, что вести здоровый образ жизни не только модно, но и необходимо. Начинать можно в любом возрасте, физическая форма также не имеет значения, важно лишь ваше желание. Я думаю, можно заниматься в любом возрасте, только начиная с малого и двигаясь к большому. Оборудование удобно прорабатывает те мышцы, которые нужны для всего вида спорта. Гири, резина, мешок, чтобы делать вращение, очень сильно помогает. В этом году на обновление материально-технической базы спортивных учреждений выделено около 70 миллионов рублей. Новейшая экипировка, перчатки, спортинвентарь, татами – все это будет закуплено для спортсменов. Крупные закупки также запланированы. Холодовые установки для ледовых дворцов скоро появятся в рабочем поселке Новоспасское. Порядка 30 миллионов выделены на обновление и усовершенствование базы стадиона труд в Ульяновске. Спорт высших достижений не было бы без детского спорта, без дворового спорта. Все наши чемпионы, это все чемпионы, которые начинали в дворах, которые начинали именно с детских лет заняться спортом, именно спортом. И здесь же формируется, и само тело формируется, и сама мораль. Поэтому обязательно только с детского спорта и надо начинать заниматься активно. Спортивные мероприятия будут продолжаться весь год и не только регионального уровня, но и всероссийского. К примеру, фестиваль школьных видов спорта, финал лиги по баскетболу «Кэсбаскет», фестиваль школьного спорта стран СНГ. Пройдут такие соревнования, как первенство России по кикбоксингу, боксу. За всю историю Ульяновской области это первый год, когда будет проведено такое количество крупных мероприятий в регионе. Тихонова Алина, Даниил Сурков, Новости Уллправда ТВ.